Всем привет, друзья! В этом видео хотелось бы поделиться с вами снова историей одной поломки. Честно скажу, что я с этим столкнулся в первый раз, но возможно кому-то это будет ключ к решению вашей проблемы. Итак, у нас двенашка, и проблема в том, что автомобиль стал дергаться, то есть появились какие-то непонятные рывки на ходу, невозможно нормально разогнаться. В общем, нужно смотреть, искать причину. Как обычно, как я и вам советую, начинать нужно проверку всегда с самого простого. Проверили провода, свечи, компрессию, проверили датчик положения коленчатого вала, заменили все топливные фильтры, проверили насос и так далее. То есть по всем показателям можно сказать, что автомобиль-то в принципе исправен, и вообще непонятно, почему хозяин автомобиля вообще жалуется, как бы автомобиль сел и поехал. Но тем не менее, проблема есть, хотя проявляется она довольно странно, мы проверили сами, автомобиль то дергается, то не дергается, то разгоняется нормально, то как-то плохо. И все-таки причину мы нашли, когда уже косвенно начали пересматривать проводку, причина оказалась в штекере, который идет на форсунке, вернее даже не в штекере, а в проводах, которые заходят в этот штекер. Так вот, от времени мало того, что провода подгнили, так как они в принципе в свободном полете под капотом находятся, то есть нигде не закреплены, в какой-то момент проводка то ли перетерлась, то ли повредилась. В общем, смысл в том, что несколько проводов были полностью оголены, и видимо при движении, а я уже говорил, что провода-то находятся в свободном полете, никак не закреплены, видимо они касались чего-то, что-то замыкали, то есть они на что-то ложились, возможно даже на топливную трубку, которая идет к рампе. И в этот момент форсунки на какое-то время отключались, естественно автомобиль раскачивался, и раскачивалась проводка, видимо от чего-то штекер опять отпрыгивал, замыкания в этот момент не происходило, форсунка включалась, автомобиль ехал. И вот такие вот качели на протяжении всего движения автомобиля, то включаются, то выключаются форсунки и так далее, то есть топливо то есть, то нету. И оттуда все вот эти вот дергания, дычки и так далее на ходу автомобиля. Естественно, все это как положено мы заизолировали, более-менее скрепили все хомутами, чтобы провод не болтался в свободном полете. И автомобиль свободно поехал уже без дерганий, дычков и так далее. В общем, вот такие вот дела, друзья. Я сам с этим впервые столкнулся, но тем не менее, вот такая вот проблема была. Если это видео вам понравилось, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, там вы найдете еще много разных интересных видео. На этом у меня все, друзья. Всем спасибо за внимание, всем добра, всем пока.